Президент профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин. У нас в гостях Андрей Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Первый, наверное, главный вопрос. Завершена ли трансферная кампания или будут еще какие-то расставания, подписания? Действительно, мы завершили трансферную или селекционную кампанию, кому как нравится. Конечно, очень хотелось завершать ее не новостями о расставании. Я говорю об Андрее Воронцевиче и о Говарде Сандросе. Так сложилась жизнь. Это были то, что называется, вынужденные бизнес-решения, связанные с сокращением клубного бюджета, связанные с общей экономической ситуацией в клубе и в стране, да и в мире. Поэтому я понимаю некую досаду, что ли, да, болельщиков в том, что принято завершать селекционную кампанию каким-то подписанием. У нас в этом году получилось немножко иначе. Мы сказали двум важным игрокам, которые бы при ином экономическом раскладе, при иной ситуации с бюджетом наверняка бы остались в команде. Мы сказали большое спасибо и расстались. Поэтому в количественном отношении вы знаете, что мы потеряли. В качестве игроков, которые остались, надеемся, что выиграли. Ну, в любом случае, никаких уходов и приходов в ближайшее время до начала сезона в ЦСКА не будет. Экономические возможности этого сделать не позволяют. Но, тем не менее, мы с оптимизмом надеемся 10 августа собраться в Москве для того, чтобы началась предсезонная подготовка. Самое, наверное, главное пожелание от меня к наступающему сезону, чтобы травмы серьезные, травмы, по крайней мере, обошли нас стороной. Потому что матчей много, игроков стало меньше. То, чем ЦСКА многие годы отличался большой скамейкой, большими возможностями для широкой ротации, в этом сезоне этого не будет. Поэтому здоровья нашим всем основным игрокам. И я очень надеюсь на прогресс и на уверенность в своих силах молодых ребят, которых мы планируем в намного большем объеме, чем ранее, использовать в этом сезоне. Но для этого нужен очень хороший коллектив. Банальные слова, чтобы все были друг за друга, одни за всех. Надеемся, что та атмосфера, которая ЦСКА отличалась в последние годы, атмосфера единства и товарищества, она сохранится. Было два громких подписания этим летом. Скажем так, прям совсем-совсем двухзвезд подписали. И один из них, это первый Николай Белутинов, сербский центровой, из Олимпиакоса он к нам перешел. Ходили слухи о том, что он мог перейти на год ранее, но случилось это только в 2020 году. Как с ним шли переговоры? Общались ли вы с ним уже лично или пока еще из-за того, что в разных странах не получается только по телефону? Общался лично, но только по телефону, потому что сначала Никола должен был завершить свой контракт с Олимпиакосом. Потом все это было совмещено с закрытием границ, карантином и прочее. Сейчас он вместе с Янисом Стрельниксом в Греции тренируется у нашего тренера Костаса в физической подготовке, готовится к сезону. Мы действительно год назад рассматривали возможность подписания Белутинову, но у него еще был год контракта с Олимпиакосом. И тогда просто мы не нашли с Олимпиакосом понимания по сумме Байаута. У нас были разные... на разных берегах стояли в этих переговорах, но сейчас у него закончится контракт с Олимпиакосом. И я очень рад, что у нас появилось. И мы реализовали возможность подписать такого классного игрока. Торники Шенгеля славятся своим горячим темпераментом и тем, что не дают в обиду ни себя, ни партнеров. То есть было ли это одним из факторов, благодаря которому был оформлен переход Шенгеля в ЦСКА? Что он такой неуступчивый и всегда вступает за себя и за партнеров? Ну, я думаю, что, наверное, не совсем правильно оценивать Торники Шенгеля как такого некого баскетбольного тавгая, если использовать такие терминологии. Во-первых, это один из лучших четвертых номеров Европы. В разные годы мы рассматривали возможность его приглашения, но у него был длительный контракт с Баскунией. И также находилось понимание по Байауту. Всему свое время. Торники, я считаю, что очень красиво перешел в ЦСКА, выиграв чемпионат Испании. Такая красивая история, поставлена хорошая эффектная точка. Приглашая Торники, мы думали не только о том, что это классный баскетболист, но и о том, что это личность. И мы после ухода Кайла Хайнца испытывали такой некий дефицит личностей, харизматиков, людей, которые могут быть авторитетом для партнеров как на площадке, так и в разделалке. Таким игроком Шенгеля, безусловно, является. И повторю, понятно, что с его приходом связаны большие надежды на паркете, но и вне его. Это ярко выраженный лидер, который может повести за собой. На это мы рассчитываем, потому что потеря Кайла, это не только потеря классного игрока, но потеря капитана, лидера и т.д. Определились ли уже вы с капитаном? У меня лично есть своя точка зрения. Я думаю, сейчас не время об этом говорить, потому что это решение будет коллективным. Никогда не принимал я один, никогда не принимал главный тренер. Это всегда было такое общее мнение. Соберется команда, и мы определим, кто будет капитаном. А когда будет ближайшая встреча с фанатами? Во-первых, хотелось бы всем больше ясности по массовым мероприятиям. И вы сами знаете, что сейчас существуют определенные ограничения, которые не позволяют мне с точностью ответить на этот вопрос. Мы обязательно сделаем ее, я думаю, что это произойдет в сентябре, но никак не раньше. Самым, наверное, неожиданным стало расставание с капитаном Кайлом Хайнсом. С вашей стороны, насколько это было неожиданно? Это было, в первую очередь, неожиданно со стороны Кайла, потому что мы рассчитывали, что он останется. Были определенные планы по комплектованию команды, основанные на том, что мы предполагали, что Кайл выйдет в ЦСКА. Также мы предложили продлить контракт. У него был год контракта, мы хотели подписать еще на год, то есть то, что было бы два. В принципе, наверное, даже не исключали, что в перспективе Кайл мог бы остаться работать в системе клуба. Кайл столько сделал для нас, что, наверное, нет смысла неправильно обижаться на его решение. Он здесь провел много лет. Мы одержали массу побед. Он невероятно много дал ЦСКА, дал Москве и, наверное, все, что мог. И это такое личное решение, вызвано личными причинами. Повторю, действительно, это было неожиданно. И после этого комплектование команды пошло совершенно по другому пути. Я могу лично пожелать и все мы Кайлу успехов в его новом клубе в Милане. Это безусловная потеря, потому что он провел этот сезон, половину сезона, завершенно на своем лучшем уровне. И далеко еще не повесил кроссовки на гвоздь. Но вот пришел другой, пришел Торенький Шангелия, голодный, злой, по-спортивному злой. Поэтому будем посмотреть. Ну и спустя 14 лет, которые Андрей Вранцевич провел в составе ЦСКА, он покинул расположение нашей команды. И я бы сказал, что целая эпоха ушла. Он сравнялся по количеству сезонов, повторил рекорд в 14 лет в ЦСКА. Это, конечно, выдающееся достижение. Самый титулованный игрок России в плане выигранных титлов в чемпионате страны и Евролиге. Андрей Вранцевич больше не является игроком ЦСКА, но для нас он навсегда останется, наверное, армейцем. Тяжелое было решение с обеих сторон. Расскажи так, в процессе. Оно было тяжелое для меня лично, было тяжелое для всего клуба. Я предполагаю, что для самого Андрея оно было неожиданно и неприятно, конечно. И такое для нас вынужденное, но необходимое из-за финансовых и экономических проблем решение. Дело в том, что невозможно пройти вот этот период сокращения бюджета, отказа ряда спонсоров, недополучения доходов. Это не может не сказаться на составе команды. Повторю то, что сказал немножко раньше. И Говард Сандрос, и само собой Андрей Вранцевич в иных экономических реалиях наверняка остались бы в ЦСКА. Мы хотели это сделать. До последнего момента пытались найти финансовую возможность сделать так, чтобы мы могли подписать с ребятами контракт. Но вы знаете, что бюджет был сокращен. А сейчас, откровенно, все переговоры с возможными новыми спонсорами, они, к сожалению, заканчиваются ничем по одной простой причине. На вопрос спонсоров, будут ли у вас зрители на матч, будут ли у вас матчи вообще, будут ли телевизионные трансляции. Ответить утвердительно со стопроцентной гарантией не может никто. Поэтому те переговоры, которые были, они, скажем так, приостановлены, заморожены, как угодно. До появления ясности с тем, в какой обстановке возобновится баскетбол, будут ли зрители, будут ли трансляции, и насколько быстро снимут какие-то ограничения. Повторю, мы старались и, наверное, сделали все возможное для того, чтобы оставить и Андрея, и Говарда. Но не получилось. И Говард классный игрок. А в случае с Андреем, это, конечно, символ клуба. И было очень больно принимать это решение. Я, скажу честно, достаточно долго собирался с силами, чтобы позвонить Андрею, это сказать. Так получилось. Так получилось. Я не сомневаюсь, что Андрей найдет достойную команду и еще проявит себя. Но пришлось жертвовать одним из самых дорогих, что для меня лично, игроков. Но таковы обстоятельства. Таковы обстоятельства. И, повторю, жаль. Я очень жаль, но без потерь пройти вот этот период сокращения, турбулентности, чего угодно, это сделать невозможно. Изменится ли дизайн, форма игровой у армейцев в этом наступающем сезоне? Или он останется прежним? Мы обсуждали этот вопрос. И все должны понимать, первое, что сейчас не то время, чтобы каждый сезон менять дизайн. Это достаточно серьезная расходная часть нанесения на форму и так далее. И плюс, как мне кажется, возможности дизайна, с которым мы не завершили сезон, они еще далеко не исчерпаны. Поэтому все будет то же самое. Поэтому можете смело покупать в магазине ЦСКА майки или какой-то другой продукт ЦСКА. Дизайн у игроков будет тем же. Нужно следить за тем, как в этом сезоне распределятся номера. Например, Даррен Хиллер сменил с 32 номер на 6 турники Шенгелия. Я даже не знаю, как Даниил Хэкет отдал ему 23 номер. Или Шенгелия забрал его, Хэкет будет по 10 теперь играть. И Милутинов будет по 33. Знаете ли, Андрей Владимирович, историю, как Шенгелия и Хэкет разбирались с номером? Знаете, эти истории всегда очень интересны. Потому что со временем, если не ошибаюсь, и Джей, Джар Холден с Маркусом Брауном менялись номерами. Там масса есть легенд. Я расскажу историю своей практики. 90-е или начало 2000-х годов так получилось, что в сборной России, по-моему, одинаковый номер у Алексея Саврасенко, замечательного центрового. И вот именно то ли конец 90-х, то ли начало 2000-х. И Руслану Авлееву на каком-то жизненном этапе понравился этот номер. Я вот хочу... Мы тогда с Сергеем Кущенко работали в менеджменте сборной России. И Руслан мне говорит, слушай, я хочу номер как у Саврасенко. Я говорю, ну как же, так нельзя, надо как-то договариваться. Я договорюсь. Я говорю, Рус, а как ты договоришься? Он говорит, подойду и договорюсь. Наверное, так же было вот сейчас. Есть ли сейчас какая-то информация о том, еще спрашивают, как будут реализованы абонементы на сезон? И пока вообще ничего не понятно, будут ли игры с болельщиками или без? Я не очень люблю отвечать на вопросы в серии надо дожить, надо посмотреть, надо подождать. Бумага должна отлежаться. Но надо собрать мнение. Но дело в том, что действительно то время, та часть истории, в которой мы с вами живем, такое время неопределенности. И я бы очень хотел взять сейчас бумагу, сказать, владельцы абонементов получат это, владельцы билетов получат то. Но пока нет вообще понимания, со зрителями состоятся матчи, без зрителей. Будет это 50% зрителей на трибунах. Будут ли они сидеть в шахматном порядке, в шашечном, в конном, в пешем. Эти ограничения в Москве постепенно снимаются. Пройден достаточно большой путь по снятию этих ограничений. Но мы здесь, как и другие спортивные клубы, заложники ситуации. И просто будем вынуждены выполнять те требования Роспотребнадзора и московских властей. Поэтому хочется ответить что-то конкретное, но все равно ситуация заставляет сказать испанское «маньяна». Что в переводе обозначает «вы знаете что». Планируется ли смена арены «Мегаспорт» на хоть другую арену? Календарь «Евролиги», который у нас есть, позволяет нам провести все домашние матчи на арене «Мегаспорт». Это, безусловно, положительная новость. Хочется в очередной раз поблагодарить «Евролигу» за то, что мы нашли компромисс о значенной проблеме. Поэтому если будет разрешено проводить матчи со зрителями, мы, конечно, будем играть в «Мегаспорт». Если ситуация случится так, что зрителей на матчи не будут допущены или будут допущены в каком-то ограниченном количестве, будем решать по ситуации. Если зрителей нельзя запускать вообще, конечно, это будет у ИСКА ЦСКА, потому что несравнимые арендные условия у ИСКА ЦСКА и «Мегаспорт». «Мегаспорт» у нас комфортная арена, у нас прекрасное взаимопонимание с администрацией арены, и мы там уже достаточно давно и успешны. И зрители, мне кажется, уже давно привыкли к тому, что «Мегаспорт» — это домашняя арена ЦСКА. И матч с «Фенером», который мы играли здесь по календарным причинам в УСКА ЦСКА, он при всей моей любви к этой арене, при всей нашей общей любви к УСКА ЦСКА, после того, что ты много лет играешь в «Мегаспорте», здесь он смотрелся немножко таким атовизмом, анахронизмом. Да ну, старая, ты приходишь в другом объеме, в другой картинке. Хотя игрокам, может, открою небольшой секрет, очень нравится играть здесь, потому что, во-первых, они здесь тренируются, есть своя раздевалка, и, во-вторых, здесь все-таки трибуны чуть больше нависают над площадкой. Но это не аргумент играть здесь в матче Евролиги в современных условиях. Да, надо играть, собирать 10, 12, 15 тысяч людей. Группа поддержки под сокращение не выпадает? Мы не собираемся сокращать группу поддержки. Если это кого-то вот успокоит, то ложитесь спать спокойно, группа поддержки остается в баскетбольном клубе ЦСКА. Это по сравнению с игроками, но, наверное, не самая затратная, но, может быть, самая красивая часть клуба ЦСКА, как и весь женский состав офиса БК ЦСКА. Спасибо, Андрей Владимирович, что были с нами сегодня. Надеюсь, еще как-нибудь повторим совсем скоро. С удовольствием. Спасибо, дорогие друзья, следите за обновлениями, анонсами. Увидимся совсем скоро. Так же. Счастливо. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok